Хип-хоп — это давний жанр, который существует уже более трех десятилетий. Он всегда имел сильное присутствие улиц, связанных с нашим любимым жанром. Когда кто-то упоминает улицы, это часто ассоциируется с грубым насилием, наркотиками и точным описанием того, что происходит вокруг рассказчика, также известного как рэпера. Гангстерская культура — один из самых сильных элементов хип-хопа, который сумел сохраниться до сегодняшнего дня. В этом видео мы рассмотрим две главные группировки и какое влияние оказывает гангстерская культура на музыку. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, и про колокольчик не забывай. Давайте начнем с истории. Активность банд постепенно возрастала в 20 веке. На протяжении 1950-х и 60-х годов большинство банд действовало в крупных городах, хотя близлежащие города и пригороды могли бы принимать ответвления банд, если бы они были связаны между собой крупными магистралями. Банды с европейско-этнической принадлежностью почти полностью исчезли, и банды стали почти исключительно афроамериканскими или латиноамериканскими. В 70-х и 80-х годах наркотические средства стали более распространены на улицах. Огнестрельное оружие также стало легче покупать нелегально. Это сочетание делало вступление в уличную банду и более прибыльным, и более жестоким. В целом, активность банд достигала своего пика в середине 90-х годов. Некоторые из самых известных банд в Соединенных Штатах — это Крипс и Блатс. Крипс начали свое движение в Лос-Анджелесе в конце 60-х годов. Из-за того, что банда набирала сильную мощь, к ней присоединялись мелкие группировки. А те, кто не хотел связываться с Крипсами, малые банды превратились в одну большую и назвали себя Блатс. Борьба между группировками длится и по сей день. Но стоит отметить, что убийств внутри группировок гораздо больше, нежели между ними. Крипс и Блатс стали самыми известными афроамериканскими бандами. Они участвуют в ограблениях, кражах, нападениях, перестрелках, убийствах и торговле наркотиками по всей Калифорнии и Соединенных Штатах. Давайте сначала разберем Крипс и какие рэперы сейчас являются участниками банды. Это преимущественно афроамериканская банда, возникшая где-то между серединой 60-х и 1971 годом в Южном Центральном Лос-Анджелесе. Происхождение Крипсов сильно мифологизировано и факты трудно отделить от мифа. Одна из наиболее распространенных версий связана с Раймондом Ли Вашингтоном из East Side Crips и Стэнли Туки Уильямсом из West Side Crips, объединившими свои две банды, чтобы сформировать политическую организацию, которая будет бороться с групповым насилием. В то время как ранняя группа была вдохновлена миссией Черных Пантер, чтобы дать общинам контроль над своими районами, Крипс позже превратились в жестокую уличную банду. Черные Пантеры — это американская леворадикальная организация темнокожих, ставившая своей целью продвижение гражданских прав темнокожего населения. Она была активна в США с середины 60-х по 1970-е годы. В своей автобиографии Стэнли Уильямс утверждал, что он и Вашингтон основали банду в 1971 году, с благородными намерениями, без какого-либо влияния со стороны Черных Пантер, дабы обеспечить защиту от уличного насилия, но в конечном итоге направили банду к насилию. Кроме того, Министерство юстиции США и некоторые социологи утверждают, что Рэймонд Вашингтон основал банду исключительно в середине 60-х годов, чтобы подражать партии Черных Пантер и старым лос-анджелесским бандам. Однако все сходятся во мнении, что большинству членов банды в первые годы ее существования, включая двух предполагаемых основателей, было менее 18 лет. Уильямс утверждал в своей автобиографии, что банда первоначално называла себя Крипс, но члены просто неправильно произносили название, и это превратилось в Крипс. Другая история утверждает, что название Крипс первоначально было сокращением Continuous Revolution in Progress, что в переводе называется непрерывная революция в прогрессе. К 1972 году департамент полиции Лос-Анджелеса определил Крипс как синдикат, состоящий по меньшей мере из шести слабоорганизованных банд или группировок. Количество сетов увеличилось до 45 к 78 году и продолжало расширяться еще более быстрыми темпами, когда банда начала производить и распространять фенциклидин. Предположительно, одним из следствий агрессивной экспансии Крипсов было объединение более мелких соперников в банду Блатс. Соперничество между ними стало настолько жарким, что это стали широко показывать в фильмах, рэп-песнях и на телевидении, например, в легендарном мультфильме «Саус Парк». В 1980-х начали распространять еще больше запрещенных веществ. Огромные прибыли от распространения наркотиков позволили банде выйти на новые рынки в других калифорнийских городах и в конечном счете в других штатах. Банда продолжала расти в 1990-х годах и сегодня является одной из крупнейших уличных бан в стране. По последней информации, их около 125-130 тысяч человек. Из знаменитых рэперов в этой группировке был легендарный Изи И, а также покойный Нипси Хасл, а из нынешних Ганна, Блю Фейс, Тей Кей, который надолго засел в хате, Макса Крим, Лил Бэйби, Айс Кьюб, Снуп Дог и многие другие. Этот список можно продолжать и продолжать. Теперь время поговорить о Блатз. Блатз – это тоже преимущественно афроамериканская уличная банда, возникшая в южной части центрального Лос-Анджелеса, штат Калифорния в 1972 году. Блатз имеет красный цвет, который они приняли в противовес синему Крипсу. Происхождение уличной банды Блатз связано с интенсивным уличным насилием, которое охватило город в конце 60-х и начале 70-х годов. Также, как и с Крипсами, тут ходят большие легенды о создании этой группировки. Большинство полагает, что Блатз изначально была основана из маленьких банд, чтобы дать отпор Крипсам. В число этих банд входили Дримс, Баунти Хантерс, Денвер Лейнс, Эден Спарк Гэнг, Бишопс и большинство с Деп Пайрос. Поначалу казалось, что Блатз успешно отражали атаки Крипсов, но их соперники вскоре опередили их в гангстерских разборках 70-х годов. Несмотря на то, что в 70-х годах Крипсы превосходили их числом 3 к 1, Блатз приобрела репутацию особенно безжалостной в своей экспансии и вербовке. Как и их соперники, организационная структура Блатз лучше всего описывается как слабо объединенная конфедерация независимых банд или сетов. Эти сеты часто имеют свои собственные уникальные иерархии с предпочтением обычно отдаваемым старшим членам банды. Идентификация Блатз другими группами, возможно, лучше всего описывается не как преданность друг другу, а как взаимная позиция по отношению к Крипсам. Кроме того, как и Крипсы, у Блатз могут быть внутренние конфликты. В 80-х и 90-х годах группировка резко стала очень популярной за счет продаж запрещенных веществ, что позволило им расшириться из Лос-Анджелеса и в конечном счете на восток и на север. В 2003 году Национальный центр разведки наркотиков посчитал, что было где-то от 15 до 20 тысяч, которые каким-то образом были связаны с бандой Блатз. В Блатз входят такие рэперы, как 21 Savage, Playboy Carty, Lil Wayne, Trippie Redd, YG, YWN Melly и многие другие. Также есть слух, что Карди Би является членом банды, но это не подтверждено. Ну и Сикс Найн, скорее всего, уже бывший участник банды. Стоит выделить коронные танцы. Например, у Крипсов называется Крип Волк, а у Блатз – Блад Волк. Отличие Би Волка – измененные движения ногами и движения руками, практически отсутствующие в Си Волке. На сегодняшний день популярность группировок не утихает, ведь взять, к примеру, хайпанувшего рэпера Блю Фейса, у которого множество песен, которые посвящены Крипсам. Ну или Сикс Найн, который с помощью Блатз сумел хайпануть. Банды стали частью хип-хопа и вряд ли они потеряют свою актуальность. Хотите ли вы продолжение рассказов банд? Есть много чего интересного, что можно рассказать. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и на Телеграм. Всем пока!